На очередной сессии депутаты определили дату выборов в парламент 7-го созыва. Они состоятся в единый день голосования 8 сентября. Альбина Ламкова продолжит тему. Очередная 57-я сессия прошла под руководством председателя Народного собрания Александра Иванова и первого проспленарного заседания – выбор депутатов в парламент Республики 7-го созыва и предварительное голосование партии «Единая Россия», где Александр Иванов выступил с важным сообщением. Все фракции, все партии активно участвуют в поддержке наших бойцов спецопераций, кто чем может. Поэтому всем хочется сказать за это огромное спасибо. И добавить еще хочу, что вчера состоялось заседание Генерального совета «Единая Россия». Тоже много было вопросов посвящено как раз поддержке участников специальной военной операции, их семей. И результаты предварительного голосования были утверждены Генеральным советом партии «Единая Россия». И было принято решение, чтобы глава республики Темрезов Рашид Борисбевич возглавил список «Единая Россия» на выборах осенью этого года в парламент нашей республики. «Это доверие, оказанное руководством, говорит о том, что у главы республики выбран правильный курс и путь, по которому идет регион, и мы с вами», – добавил председатель Народного собрания. Затем в ходе заседания был заслужен доклад о соблюдении права и свобод человека и гражданина в республике. 2023 год для ведомства был юбилейным, и ему исполнилось 25 лет. Руководитель Уполномоченного по правам человека Зарема Малатова отметила, что деятельность ведомства оценивается не по количеству поступивших жалоб, а по количеству восстановленных прав граждан. В 2014 году, когда я только была назначена, у нас процент был маленький – 4% от количества поступивших жалоб. Сейчас мы достигли в 2022 году 23,2% восстановленных от количества поступивших, и в 2023, 22% – это хороший показатель, потому что нам помогает в первую очередь и поддерживает это глава, это депутаты Народного собрания, председатель парламента Александр Игоревич, естественно, органы исполнительной власти, местного самоуправления, общественные организации и правоохранительные органы. Затем в связи с истечением срока полномочия освободили от должности уполномоченного по правам человека Зарему Малатову. По представлению главы республики, ее же кандидатуру рекомендовано на новый пятилетний срок полномочий. Парламентарии поддержали единогласно, так как за время работы она проявила себя как настоящий профессионал своего дела. На очередной сессии республиканского уровня обсуждались важные социальные вопросы, включая тему материнского капитала. Так, в двух чтениях одобрен проект закона о республиканском материнском капитале при рождении четвертого ребенка. Теперь его могут использовать, не дожидаясь трех лет. И он будет носить заявительный характер. В первом чтении приняли, а ко второму чтению мы получили поправки от главы республики. Спасибо ему, что поддержал и сделал переходный период. И теперь закон будет действовать с января 2025 года. И в 2025 году будут выплачиваться детям, рожденным в 2022 и 2023 годах. Закон разработан с целью улучшения положения многодетных семей, что соответствует приоритетным задачам 2024 года, объявленного указом президента страны Владимиром Путиным годом семьи. Парламентарии внесли изменения в региональный закон о квотировании рабочих мест для инвалидов республики в связи с изменением федерального законодательства. Организации, в которых работает 35 и более человек, квотирование для инвалидов 3%. В организациях, где уже свыше 100 человек, 4%. Ряд законопроектов, принятых на 57-й сессии, разработан в связи с изменением федерального законодательства. К нему относятся и установление ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В двух чтениях принят законопроект о внесении изменений в статью 10 закон о республике о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Еще на сессии рассмотрен проект закона об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Участники заседания выразили уверенность в том, что реализация выполнения поставленных задач поможет обеспечить социальную защиту и равные возможности для всех граждан республики. Альбин Ламков, Мухаммед Ашубоков, Вести Карачаева, Черкесия.